здравствуйте дорогие друзья меня зовут жигелева ольга я ведущий художник арт-студия артифлова и сегодня я рада вас приветствовать на нашем курсе по алкогольным чернила алкогольные чернила сегодня на пике популярности этот метод очень хорош для того чтобы украсить свое пространство как это сделано у нас в нашей студии эта техника является еще очень популярной потому что она проста в своем исполнении и каждый сможет позволить себе и сделать такие замечательные полотна с помощью алкогольных картин вы можете создавать очень интересные абстракции эта техника она чем-то напоминает акварель своей воздушностью своей легкостью и это незаменимые вещи сейчас современном интерьере но помимо абстракции также имея некоторый опыт рисования вы сможете создавать и более конкретные сюжеты здесь у нас редко магнолии и также очень хорошо получается пейзажи и остальные другие картины сейчас мы поговорим об организации пространства это очень важный аспект потому что максимально удобно у вас все должно быть организовано для этого мы рабочую поверхность проверяем уклоны абсолютно ровная должна быть ваша поверхность и чтобы защитить ее от красителей которые достаточно агрессивны нужно естественно укрыть наш стол защитной пленкой что же нам понадобится для работы но самым главным нашим инструментом будет являться фен какие требования к фену он должен быть малой мощности этого требования вполне достаточно того чтобы начать работать также нам подарок понадобятся стабанчики пластиковые одноразовые в которых очень удобно будет смешивать наши основные ингредиенты нашими основными ингредиентами будет являться изопропиловый спирт спирту предъявляются достаточно серьезные требования по той причине что он должен быть 99 и 7 и выше процентным содержанием потому что он должен быть безводный мы используем изопропиловый спирт фирмы желт и он нас вполне устраивает следующем и очень важным элементом будут являться сами колеры это то что мы будем разводить с изопропиловым спиртом а сейчас мы и исходя из своего опыта мы пользуемся и еще из того что у нас есть на рынке такими брендами как каменская очень хорошими чернилами является чернила крафт и сейчас мы еще дополнительно пользуемся чернилами марта куница каждый из этих брендов представляет большую палитру цветовых колеров разных разных оттенков и комбинируя эти оттенки между собой вы можете достигать большого спектра различных цветов рекомендации эти цвета бренда между собой не смешивать потому что иногда при смешении двух цветов могут выпадать в осадок но это исходя из практических соображений вы уже я думаю попробуйте сами убедитесь у каждого производителя в линейке представлены большое количество цветовых колеров также обязательно нужно приобрести металлики металлики это будут такие как золото бронза серебро потому что именно эти красители очень хорошо смотрятся на ваших поверхностях для того чтобы начать рисовать алкогольными чернилами вам совершенно необязательно покупать огромное количество колеров потому что нужно научиться работать в ограниченной палитре для того чтобы вы понимали как правильно соединять цвета что подходит что не подходит друг другу какие гармоничные сочетания очень хорошо пользоваться своей работе кругом и ты на мы сделаем отдельную подборочку сделаем отдельный урок нашим все где вы сможете подробнее об этом узнать но сейчас я хочу вам сразу показать некоторые цветовые комбинации сочетания которые очень эффективно смотрятся эффектно смотрятся и задают определенные тон и настроение вашей работе это могут быть как холодные теплые цвета как контрастные и более пастельные сдержанные оттенки сейчас я вам покажу несколько образцов цветовых сочетаний вот здесь на этом образце мы видим монохромное сочетание это сочетание различных тонов одного цвета по кругу это на это мы можем увидеть на этом секторе круга это достаточно холодная палитра если мы хотим двигаться в сторону утепления цвета то мы можем взять также монохромное сочетание здесь пользуются уже более теплые оттенки бордовые цвета такие красные хотя есть такой же лиловый цвет но уже более теплые сочетание гармоничное сочетание если мы хотим поработать более контрастными сочетаниями и приемами то мы можем использовать вот такую палитру здесь у нас представлено цвет фуксия розовый с дымчатым и серо-черным оттенком чтобы если допустим я возьму два вот таких цвета это будет более теплая это более холодная гамма потому что очень красивое сочетание оно очень тоже подходит в интерьеры такое цветовое сочетание очень хорошо зайдет в лофт стиле где будет поддержка такого бетона и каких-то других поверхностей если двигаться сторону тоже контрастных сочетаний то красно-алый цвет с черным тоже очень интересен достаточно агрессивная композиция привлекающее внимание но интересное из этой же серии да можно так сказать можно увидеть и вот такую композицию здесь мы уже к черному красному добавляем желтый и он его несколько смягчает очень большой популярностью пользуется у нас триада три цвета представленные вот на этом образце здесь используется часто голубой цвет фуксия и фиолетовый наши полотно в нашей студии наш диптих который мы вам показали в начале нашей встречи он как раз из этих цветов золото которое мы сюда добавляем оно достаточно смягчает это холодное сочетание и еще очень хорошо у нас с вами будут смотреться кто любит такую природную композиционную гамму да то вот такие вот оттенки это зеленый цвет очень нежен очень успокаивающий сделать его наиболее активным нам уже поможет добавление черного цвета конечно же это всего лишь малая часть и комбинации сочетаний которые можно создать поэтому все ваших руках все ваших фантазиях дерзайте и все у вас получится а сейчас мы перейдем к очень основному аспекту в нашем рисовании это на самом деле то на чем мы будем рисовать и сейчас я вам покажу и более того у нас тоже будет не теоретическая часть мы практически уже сегодня на первом занятия попробуем как различные поверхности воспринимают цвет колеры спирт то есть как на различных поверхностях и будет играть наш рисунок самым популярным материалом на котором рисуют и который очень удобен и которые позволяют делать большое количество различных экспериментов это вот такая пластиковая бумага она очень гладкую поверхность она глянцевая и поэтому с ней очень легко и хорошо работать и мы вам сегодня покажем как это делать глянцевая бумага пластиковая она бывает не только белого цвета она бывает и вот такой черного цвета и бывают еще различные оттенки серые светло-серые темно-серые под любую задачу которую вы перед собой поставите также еще в нашей студии большим большой популярностью пользуется пенокартон пенокартон также имеет глянцевую поверхность но он не столь глянцевый и чем он отличается от бумаги тем что он впитывает немного ваш запропиловый спирт но он очень хорош для новичков на нем легче работать потому что ваша лужица которая вы должны управлять при помощи фена не так быстро расплывается очень удобным еще материалом является борды с ламинированным покрытием это уже готовые такие картины по сути артборды бывают разного диаметра и вы можете выбрать под свой формат под свою задачу любой диаметр борда очень хорошо смотрятся именно круглые картины и это является очень красивым декоративным элементом оформления интерьера также для себя мы еще открыли такой совершенно интересный материал который который тоже ламинирован да он может быть черного цвета может быть белого цвета тоже хорошо используется для наших работ чтобы поэкспериментировать и пробовать и начать учиться можно использовать оконные откосы потому что это не дорогой материал имеет очень хорошую глянцевую поверхность для того чтобы набить руку и попробовать различные техники это тоже будет очень полезно испробовать этот материал сегодня мы еще с вами хочу вам попробовать как рисовать на золоте попробуем сегодня пожалуй наверное я уже показала все этим не ограничивается поверхности на которых можно рисовать алкогольными чернилами потому что такими поверхностями может быть зеркала может быть плитки керамические плитки плитки которые мы используем в строительстве и еще стекло стекло тоже очень интересный такой материал потому что он задает уже определенный тон поэтому это все все что глянцевое все что не впитывает все можно использовать для того чтобы выполнить свои самые фантастические идеи перед нами лист пенокартона и сейчас мы попробуем как работают чернила на разных поверхностях мы развели такой красивый лазурный цвет и проводим наши эксперименты сейчас тот же самый цвет мы будем использовать на пластиковой бумаге на которой в основном все и работают тот же самый цвет та же самая технология техника посмотрим на результат а сейчас мы используем золотое покрытие посмотрим как здесь поведет себя наши чернила и что из этого получится А это некий такой у нас тоже эксперимент интересный. Проанализировав нашу работу, к каким выводам мы можем прийти? Первым материалом у нас был пенокартон, он самый, повторяюсь, удобный для начинающих, хороший материал. На нем очень быстро образуется рисунок, потому что из-за профиловый спирт, испаряясь, оставляет неповторимый след при помощи колеров в нашем полотне. Вот здесь образовались грани, он не растекался, он очень удобен. Теперь давайте посмотрим на пластиковые бумаги. Пластиковая бумага, она дает большее количество грани, грани это вот эти засечки. Когда у нас материал высыхает, то образуется вот такой очень интересный, красивый рисунок. Но время работы здесь несколько увеличивается. Зачем еще хорош пластиковая бумага? Тем, что если что-то у вас пошло не так, какая-то часть рисунка вам не понравилась, смочив изопропилом спиртом салфетку, это можно все убрать. С пенокартоном уже такое не проходит. Следующим элементом было у нас ДВП, ДСП. В связи с тем, что здесь сама структура по себе имеет рельефный характер, то и рисунок, он получается тоже таким достаточно неоднородным. И в этом есть его прелесть. На золотой поверхности, если вы поняли, это подложки от тортов, которые вы можете приобрести и на них пробовать, очень получилась удивительная, красивая у нас история. Насколько можно передать через камеру, потому что сама поверхность очень-очень глянцевая, она гликует цветом, но синий на желтом дает такую хорошую бирюзу. Получаются очень хорошие грани, засечки, но сохнет гораздо дольше, чем все остальные материалы. Соответственно, что работа на зеркале, на стекле будет носить тоже такой более продолжительный характер. Материал выберите вам, подготовьтесь, купите все необходимое и приступим на следующих уроках.